МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О бомбах захлестнуло страну, нарушая работу учреждений, сея тревогу среди людей, проверяя на прочность силовой структуры. Эксперты считают, что именно в этом заключается цель телефонных террористов и тем, кто за ними стоит. И это может быть частью гибридной стратегии для дестабилизации ситуации в стране. Виновным грозит до 42,5 тысяч леев штрафа, 240 часов неоплачиваемых общественных работ, либо же до двух лет тюрьмы. В МВД ранее выступали за ужесточение наказания для телефонных террористов. На подобные вмешательства государство всякий раз тратит десятки тысяч леев. Дела расследуют прокуроры по особым делам, которые обратились за помощью к зарубежным коллегам. Для расследования случаев ложного минирования объектов в Генпрокуратуре сформировали группу офицеров, нациинспекторат расследований и Службы информации безопасности. Как сообщали на этой неделе в прокуратуре, по борьбе с оргпреступностью и особым делам установлен круг подозреваемых. Некоторые находятся за рубежом. Правоохранительные органы задержали на трое суток священника из села Кухне, что Гладянского района. Его подозревают в попытке изнасиловать 12-летнего мальчика из соседнего села. О случае сообщает Нордньюс, журналисты которого отправились туда, чтобы выяснить подробности. По рассказам местных жителей, все якобы произошло во время отдыха священника с односельчанами на берегу прута, где они распивали спиртное. Покатав несовершеннолетнего на машине, священник нашел предлог, чтобы пригласить его к себе домой, где, как утверждается, имела место попытка изнасилования. Однако мальчику удалось сбежать. Он посадил его в машину и привез сюда, в дом, где и попытался что-то, наверное, сделать. Бедный ребенок сбежал голый, в одной майке перепрыгнул через забор. Утром за ним приехала полиция. Родственники мальчика рассказали, что несовершеннолетний пробежал несколько километров и в слезах пришел домой. Он прибежал прямо ко мне, начал плакать и рассказал, что случилось. Мальчик никогда не думал, что священник может такое сделать. Он доверился и поехал с ним. Мы вызвали полицию, пусть разбираются. Подозреваемому 39 лет. Соседи рассказывают, что священнослужители раньше якобы приводил домой несовершеннолетних. Местные власти утверждают, что это единственный случай в селе и не могут объяснить, что произошло. Сейчас мальчик получает психологическую помощь. Полиция возбудила уголовное дело и уже опросила нескольких свидетелей. Как отмечается в пресс-релизе Бельской пархи, священник отстранен от богослужений до церковного суда. Помимо парламентской оппозиции, недоволен деятельностью Майя Санду на посту президента Молдовы и почетный председатель либеральной партии. Впрочем, Михаил Гимп утверждает, что ценит главу государства. Почему он поведал в ток-шоу «Фридом» на нашем телеканале. Люди думали, что если они проголосуют за нее, то вскоре потекут молочные рейки. Ну а вы довольны или нет работой Майя Санду в качестве президента? Нет, но я ценю то, что она не склоняет голову перед Россией. Она президент, ей принадлежит вся власть, и хотя Конституция этого не позволяет, но де-факто она правит вместе с правительством и законодательной властью. Почетный председатель либеральной партии утверждает, что не одобряет продвижение государственной политики, продемонстрированной Санду. Есть вещи, а именно продвижение государственной политики, которые смущают граждан. Это именно то, что делали бывшие президенты, которые приходили к власти с 90-х годов до сих пор. Гимпу также выразил мнение, что Молдова получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС не благодаря нынешнему руководству, а Украине и ситуации, которая развернулась там с февраля. Не применул политик отметить и то, что соглашение об ассоциации с Евросоюзом было подписано еще во времена, когда у власти находились два альянса за евроинтеграцию. Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате взрыва, произошедшего на пограничном пункте Тройбортное в Брянской области России. Погибший гражданин Молдова и его пострадавший коллега в реанимации, сообщает Молдовский МИД. Видеозапись у момента нападения поделились украинские телеграм-каналы. На кадрах видно, как жертва атаки находится рядом с автомобилем, припаркованным на погранпереходе. В какой-то момент рядом с ними происходит взрыв. Один падает на землю, другой ползет за машину. Через несколько секунд из КПП выезжает авто, которое не останавливается, чтобы помочь пострадавшим. Как написал в своем телеграмме губернатор Брянской области, на расположенный у КПП склад временного хранения было сброшено взрывное устройство с квадрокоптера, который прилетел с украинской стороны. В российских телеграм-каналах уточняют, что погибший дальнобойщик из Молдовы и его раненый напарник в тяжелом состоянии. В реанимации в Севской центральной районной больнице он подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Вот, если в крови, у этого была открытая рана, что жгутом перебязывал. Поможете? Помимо наших сограждан, пострадали еще двое местных. Таможенник и охранник. Следственный комитет России начал расследование в Киеве, пока никак не прокомментировали нападение. При этом шеф-редактор украинского издания «Обозреватель» в своем телеграм-канале пишет, что произошла, цитата, демилитаризация троих работников российского ФСБ. Как отмечается на сайте МИДЭИ, посольство Республики Молдова в Российской Федерации находится в контакте с компетентными органами, а также с родственниками пострадавших для оказания необходимой консульской помощи. В борьбе за кресло главы Консервативной партии и соответственную британскую правительству, министр иностранных дел Великобритании Ли Страс и бывший канцлер казначейства Риши Сунак сошлись вчера вечером в первых теледебатах. Однако событие было отмечено инцидентом. Спустя всего полчаса дискуссия была резко прервана. Модератор потерял осознание в прямом эфире. Когда все произошло, министр иностранных дел говорила о войне на Украине. Выступление трасс прервал громкий звук. Она изменилась в лице, а секунды позже покинула сцену, чтобы проверить, как чувствует себя телеведущая, которая потеряла сознание. К слову, администрация телеканала уже принесла зрителям свои извинения. Здесь отметили, что ведущая в порядке, но по совету врачей было решено не возобновлять дебаты. 20 июля стало известно, что в финал выборов нового премьера Великобритании прошли лист трассы Риши Сунак. До 5 сентября они будут пытаться завоевать как можно больше симпатий избирателей. Борис Джонсон 7 июля ушел в отставку на фоне массовых увольнений членов правительства. Из-за жары и отсутствия осадков уровень воды в реке Днестра, крупнейший в нашей стране, который снабжает водой десятки городов и сев, в том числе Кишинев, снижается день ото дня. Сегодня, например, можно увидеть, как много мелких речушек, питающих реку, высохли, а местами появились песчаные островки. Если месяц назад вода из Днестра доходила до сих пор, то на сегодняшний день заметно, что ее уровень значительно снизился. Отдыхающие на пляже признались нам, что постоянно, как приходят сюда, видят, как воды в Днестре все меньше. Уровень воды упал примерно на сколько? Где-то на два метра. А когда плаваете слишком отвесно, да, есть немного хуже, чем в прошлые годы. Сначала вроде нормально, а там подальше крутой склон. С весны сюда прихожу. К берегу было метра на два больше воды, а сейчас она ушла. Очень отвесно. Лето, жарко, нет дождя. Вот и убывает вода. Видно невооруженным глазом. Да, видно, что воды стало меньше. Очень крутой склон. А были здесь месяц назад? Как тогда было? Больше было. И на сколько? Где-то на метр может. Более того, ездить на лодках или катамаранах стало сложнее. Из-за жиры уровень воды очень сильно упал. То есть, если он раньше был больше, то сейчас очень сильно и заметно по тому берегу даже. Из-за засухи. Это из-за жиры и из-за всего. На два метра выше была вода. Понятно, что по сравнению с предыдущими годами она поубавилась. Но в последние годы уровень продолжает снижаться. Очень трудно управлять. Большинство из нас, кто здесь работает, еще знают водный путь. Но если дорогу не знать, приходится очень сложно. Есть места, где глубина до шести метров, а с другой стороны чуть больше метра видны водоросли. В Молдове сейчас действует оранжевый код гидрологической засухи. Пересохли некоторые участки рек Деля, Нырнова, Сырата, Тегеч, Солонец, Когылник, Кула, Кашмирка, Боковец, Лунга, Лунгуцы, Салчамари и Когул. В связи с этим специалисты рекомендуют максимально экономить водные ресурсы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова